С воскресным днём, дорогие братья и сестры! Благодарю вас, дорогие братья и сестры! В сегодняшнем евангельском чтении мы слышали в евангельский рассказ о том, как Господь спас утопающего Петра. Напомню, апостолы по повелению Христа переправлялись через Енисаретское озеро. Или оно уже еще называется Галилейское море. Море называется, потому что действительно имеет крутой нрав. И внезапно могут разразиться большие груди. И вот, и на этот раз, когда ученики ночью переправлялись через Енисаретское озеро, разыгралось сильное море. Напомню, что перед этим Христос, питью хлебами, накормил пять тысяч человек. Люди изумились этим чудом, и даже хотели Христа сделать царем. И вот Господь отослал своих учеников на другую сторону озера, сам отпустил народ, зашел на гору, а сам им помолился, а потом сам отправился в следующий этап, на другую сторону Енисаретского озера. И пошел по водам, яки посол. И когда среди ночи апостолы среди бури увидели идущего по волнам Христа, они ужаснулись, они испугались, думая, что это признание. Господь обудрил их, не бойтесь, это я. И тогда Петр воскликнул, Господи, если это ты повели мне идти к тебе по водам, и пошел. Но увидев великие волны, ветра. Он испугался и стал удовольствовать. И Господь его украли. «Зачем ты усомнился в молоде?» Но когда апостол Петр стал утопать, он опять замолился Господу. «Господи, утопаю, спаси!» Нас, дорогие братья и сестры, кругом окружают бушущее море. Это море может быть и в прямом смысле, стихии, будь то буря на море, будь то на волне, на наводнение, будь то еще что-то. так же бушующее море житейское, всяких множество событий, которые окружают нас. так же и море страстей в нашем сердце. И мы, дорогие, должны не ужасаться от этого а помним, а должны помнить, что Господь это рядом. Он не только в тишине, но и в этом бушующем море. Так же, как он именно по бушующему морю шел к апосту. Хотя в нашем сознании в личном восприятии мы как-то вот не воспринимаем, что Господь то шел именно по бушующему морю. В нашем представлении вот ровная поверхность воды, по которой он ступал Спаситель. Потому что в Евангелии сказано, что он пошел просто по водам. И лишь в ремарке, что апостол Петр оглянулся и увидел это бушующее море, мы понимаем, что Господь то был в самом центре бушующего моря. и наша надежда в бушующем море может быть и находки корабля. В котором мы порой вернее так нехрупкая латчонка, в которой мы пытаемся укрыться от всего. А наша надежда может быть только на мусор. Которому сквозь бурю и устремился апостол Петр. Но мы должны помнить, что для Господа нет ничего невозможно. Часто встретили, сталкиваясь с какими-то стечениями наших жизненных предстоятельств, мы абсолютно опускаем людей. И у нас внутреннее состояние такое, что все погибло, все пропало. Что ничего нас от этих обстоятельств избавить не не может. Но мы должны помнить, что Господь всегда приятен. И мы к Нему должны идти и постоянно к Нему взывать Господи утопаем спаси. И вот этот призыв должен всегда быть у нас в нашем сердце. Храни вас всех, Господи. 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 Господи.